Водоснабжение и водоотведение В Министерстве сформирован полный пакет нормативно-правовых документов по привлечению частных инвестиций в ЖКХ. 227 миллиардов рублей – тот объем, который сегодня инвестируется в стране через схемы консессионного соглашения. Здесь мы посмотрели важнейший объект, который именно базируется на принципах ГЧП государства частного партнерства в рамках консессионного соглашения. Для нас важен этот опыт, потому что когда частный инвестор готовился к заключению консессионного соглашения с региональным правительством, то здесь был у водоканала долг порядка 800 миллионов рублей. Сегодня нам руководство водоканала Алексея Васильевича доложило, что долгов они не имеют. То есть это значит, что инвестор взял на себя ответственность и за инвестирование в развитие. Мы видим с вами, что здесь и насосные новые стоят, и достаточно интересная и серьезная инвестиционная программа. И параллельно с этим загасили вот эти серьезные долги, которые были у МУПа. Это свидетельство того и лишнее подтверждение того, что муниципальные унитарные предприятия, государственные унитарные предприятия, при всем уважении к этой форме собственности, не являются самыми эффективными пользователями, в том числе и сфере жилищно-кумунального хозяйства. Если в 2011 году было заключено соглашение и погашены уже вот такие огромные долги, и инвестиционная программа реализуется, это говорит о том, что такая форма, как концессия, работает. Поэтому мы будем рекомендовать руководителям других регионов знакомиться с этой практикой. Со следующего года программа будет существовать, решение это принято. То есть программа называется «Чистая вода». Мы как область этой проблемой занимались несколько лет, и у нас готовы проекты, которые в том числе были выполнены за счет средств населения. И, конечно, важно, чтобы мы имели софинансирование с федерального уровня, и за это большое спасибо. Если говорить о городе, то мы как раз обсуждали тему строительства новой ВПС, она называется у нас ВПС-21, которая бы позволила окончательно решить проблему водоснабжения в левобережной территории города, ну и самое главное, еще дать возможность строительства и развития жилищного сектора. Без этой ВПС мы связаны, искованы, как говорится, и строители ждут, и жители ждут. Мы эту тему обсудили, я надеюсь, тоже найдем взаимоприемлемые решения на принципах софинансирования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok